Да понял я, понял! Точно всё понял, Стёпа? У тебя только одна попытка, один шанс! Да, прям всё, от начала до конца! Ну смотри, тогда не подведи, я тебе выбрасываю одну пару ключей, вторую оставляю себе. Отвечаешь за них своими усами? Самым ценным, что у тебя есть в этой жизни. Ты вообще умеешь пользоваться этой фигнёй, а? Ну... В детстве пару раз было. Ну, учитывая то, что тебе сейчас 50, а в детстве это, наверное, где-то лет 35-40 назад. Ничерта ты не умеешь, Стёпа! Только попробуй хотя бы поцарапать мою малышку, пеняй на себя. Ну, походу дела научусь. Я хочу это видеть, пошли за мной, я тебе покажу, где я её спрятал. Давай, двери за собой закрывай. В детстве он последний раз это делал. Чтоб ты, Стёпа, понимал, если не ты сделаешь то, что я тебя прошу, никто не сделает. И весь мой план, похода к маньяку, окажется провальным. Вот здесь, за вот этой фигнёй. Я тебе сейчас одним глазком покажу. Вот так. Вот видишь, где я его заныкал? Вот здесь. Сюда придёшь. Заведёшь. Сядешь. Первую передачу включишь. Поедешь. Шальдарах-бабах-бабах! Конец. Всё. Конец всего. Ты всё понял? А газовать на первой или на задней? Ну, учитывая, что тебе вперёд надо. На первой. Стёпа. Задняя назад сдаёт. Ой, лучше бы я это дело мелкому доверил. У него-то прав нет, но на машине он лучше умеет ездить, чем ты. А, да, я всё понял. Будет сделано. Ты точно понял, что тебе надо делать? Ты точно понял, когда тебе там надо быть? Ты точно понял, когда тебе надо выезжать? Стёпа. Поклянись усами то, что ты меня не подведёшь. Я только на тебя вручаюсь. Только тебе доверяю. Я всё сделаю. Не подведу. Ребят, просидите за этим пердаком, извините, конечно, старым. Но если он лоханётся в этой серии, то больше серии жизни ютубера не будет. И если вдруг жизнь ютубера закончится, клянусь усами. Если она всё же закончится, то виноват будет только вот он. Так что, если что, обвиняйте его. Пошли, Стёпа. Последнее дело, которое осталось сделать в этом городе, это помочь Михалычу опять что-то прорекламировать. Я помню, примерно серии 30 назад он просил у меня помощь и прорекламировать его какую-то игру. И тогда я справился на отлично. В этот раз он меня позвал. Вот недавно только прорекламировал заправку бомжары. Сейчас сразу же реклама Михалыча. Значит, растул, растул как ютубер. От рекламы нет отбоя. Тем более он платит как бы 10 саков золотых монет. А шо на этот раз рекламируем? Стёпа, да я сам не знаю. Сейчас мы позовём Михалыча, там и узнаем. Надеюсь, я когда-то научусь в этой жизни свистеть. Иди сюда. Опаздываешь немного. Слушай, Михалыч, это, возможно, мой последний день в городе ютубера. Возможно, завтра я копыта свои отброшу. Давай не выпендривайся, говори, что там надо рекламить, и я потопал. Опа. Это аванс. Остальное будет после рекламы. Рекламировать-то что? О, браузер Opera GX. Вот текст. Читай. Ага. Так, текст рекламы. Отлично. Два стака золотых монет. Если что, мелкий с моим завещанием, наверное, всю свою будущую учёбу университете сможет оплатить. Хотя какую учёбу? Он, наверное, себе однокомнатную квартиру даже купит в городе ютуберов. Всё, пацаны, давайте быстро, быстро. Времени очень мало. Давайте, садитесь. Быстро. Так, рекламируем браузер и топаем к маньяку. Opera GX. Микрофон работает. Всё слышно? Да, 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 да. Хватит овации. Давайте, присаживайтесь. Все садитесь, все садитесь. Сейчас быстренько начнём. Чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Дамы и господа, разрешите вам представить первый в мире гейминг-браузер Opera GX, который доступен в ранней версии. Всё внимание на экран. Opera GX ограничивает использование браузером CPU в памяти компьютера, тем самым увеличивает производительность своих любимых игр. А ещё ты можешь подключить свой аккаунт Lich прямо в браузер, получая уведомления о стримах в боковой панели. И плюс к этому всему, про мессенджеры тоже никто не забыл, их можно встроить в сам браузер. Настрой всё по своему вкусу, выбери любимый твой цвет и добавь любые обои на фон браузера. Встроенный VPN поможет тебе в безопасности, а на главной странице ты сможешь найти все самые главные новости в мире гейминга. Ссылка на браузер ждёт тебя в описании этого ролика, качай его даже если ты с телефона, ссылка на скачивание придёт тебе на почту. И главное оставляй в комментах хэштег качнул GX и напиши свою любимую игру. У того, у кого любимая игра совпадёт с моей любимой, получит от меня лайкусик на комментарии. Чё смотрите? Бегом качать! Алло! Опа, я домой устанавливать. Так, первый есть, первый есть. Стёпа, я твой комп заберу на часик. Второй есть, второй есть. Людмила, Маргарита Степановна. Ну всё, ну всё, пацан Тре. Мелкий, ты тоже беги домой устанавливай. Давай, быстро с Олечкой своей. Давай, 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 давай. Михалыч, всё прошло просто за бубенчики. Молодец, молодец, превзошёл себя. Раз, два, три, четыре, пять. Всё, Михалыч, было в очередной раз приятно с тобой поработать. Надеюсь, что это не последний раз был. Всё. Стёпа! Иди сюда, иди сюда. Все эти бабки, держи, все эти бабки, которые я тебе сейчас выкидываю, занеси ко мне домой и спрячь в этот сундук, который находится на балконе. Всё понял? А я потопал. Давай. Потеряешь хотя бы одну монету, я за тобой приду с того света. Давай, беги! Сначала Арсений Гонщик открыл свой первый автомобильный салон в городе. Потом он решил стать мэром этого города. Не знаю зачем, да и почему. Да, он победил, стал мэром, но ненадолго, на пару минут, потому что выяснилось, что он подмешал себе голоса и нечестным способом выиграл. Как только мы это узнали и сказали Арсению то, что он больше не мэр, он выстрелил в бомжару, в новом мэра этого города. После этого я закрыл его в клетку и отправил первым же рейсом в тюрьму. Самую вонючую и плохую тюрьму, которая только есть за пределами города ютуберов. Ну, а в конце взорвал её автомобильный салон. Ну, об этом лучше вам, конечно, не знать. Арсений сбежал с тюрьмы и настало его время мести. Арсений Гонщик. Кто мог вообще подумать? Читая все комментарии, многие догадывались то, что это может быть мама Мелкого. То, что это может быть папа Мелкого. Даже учитывая то, что у Мелкого папы нет. Кто-то думал, что это рекламщица Людмила. Кто-то думал, что это Михалыч. Кто-то даже написал то, что это я. Типа, брат-близнец или кто, я так и не понял. Это оказался Арсений Гонщик. Пропердонщик. Год! Год вынашивал в себе вот этот план мести. И только вот сейчас явился. Но ничего, я же тоже не такой тупенький. Я все оружие свои выбросил. Но топор-то небольшой такой оставил. Сейчас я подожду, пока он сюда придет. Он сейчас, наверное, меня допрашивать будет. Я же надолго здесь не задерживаюсь. Если маньяк столько времени хотел меня кокнуть. Скоро он это сделает. Вот у него и торчит что-то из-за стенки. Ножик. А не то, что вы подумали. Если вы, конечно, это подумали. Так, сейчас он сюда 100% придет. Откроет эти двери. Зайдет в комнату. Я ему как шандарахну по башке топором. Минус маньяк. Потом минус Франкенштейна. Вот это освобожу Полинку. И сматываюсь отсюда к чертовой бабушке, к мелкому. Ну что, пердак, попался! Нет! Нет! Топ! 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 Т... А... А... Это... Это... Железная зубочистка. Просто хотела ему там зубы почистить. Забирай. Честно, не я меня заставили. Подписчики в комментах писали, чтобы я попробовал этот вариант с топором. Но что-то он недействительный. Меня второй раз так не возьмешь. Слушай, Арсений Гойчик, ты мне скажи, пожалуйста, зачем тебе все это? Ну, жил бы себе там пожевал. Добра в тюрьме нажевал. Год провел, еще бы полжизни там провел. Ну, зачем ты вернулся с этой местью? Я-то тебе что сделал? Максимум в тюрьму тебя вот это... Закинул. И все, Франки, закрой дверь с другой стороны. Франки, давай не надо дверь закрывать с другой стороны. Арсений, я уверен в том, что мы с тобой еще сможем догориться. Или нет. А ты что думал? Я все так просто забуду? Да я-то вообще даже не думал, что ты вернешься когда-то в этой жизни. Тебе это так с рук не сойдет. За весь год, который я провел в тюрьме, я проработал свой план до мелочей. Ах ты жопа-то такая злопамятная. Каждую секунду я мечтал о том, чтобы отомстить тебе. И вот этот день настал. Да, а я каждую секунду мечтал, что я тебя больше никогда не встречу. И вот этот день, к сожалению, тоже настал. И тебя, Франкиштейн, тоже, хоть я даже в душе не чаю, кто этот такой? Брат твой двоюродный? Кузен? Сын? Небрачный? Выходи! Ладно. Если надо выйти, значит выйду. Пошли. Пошли. Твой судный день настал. Да? А может не надо? Франки, веди его. Я иду, я иду, я иду. Не трогай меня. Не трогай меня, обезьяна зеленая. Не трогай. Пошли, пошли. Влип так влип. Ты что меня сюда привел на рассвет посмотреть или на закат, а? Хороший и красивый лес, согласен. Видишь лес? Выбирай любое место. Скоро будем тебе копать яму. Арсений! Арсений! Сестру, я не знаю, я не знаю, я не знаю вообще кто это такой. Пощади, а? Пошли. Тогда я сам выберу тебе место. И дрить меня промолчу куда. Ладно. Так уж и быть. Походу вы от меня не останете, да? Что один, что другой. Ничего, ничего. А ты дома побудь? Побудь дома, побудь дома. Ладно. Какая замечательная погода у нас среди белого дня, да? Прям хорошее местечко. Пошли. Очень зловещие местечко, очень зловещая погода. Чики-бомбони, здравствуйте. Здравствуйте. А лопата зачем? Копай! Слушай, Арсенчик, Арсенчик, да... Я ж уверен, что мы с тобой сможем нагориться. Я могу тебе заплатить. Копай. Я могу тебе вдвойне заплатить. Копай, я сказал! Может, втройне? Копай. Слушай, Арсений! У меня же есть последнее желание. В любом случае, всё, как бы кирды. Конец. Всё, помру молодым, как говорится. Последнее желание выполните, пожалуйста, с Франкиным вот этим вуменом Штейном. Пожалуйста. У меня же есть право на последнее желание в этой жизни. Хоть жить-то осталось совсем недолго получается. Ну, чё скажете? Ну, решите, пожалуйста, быстрее. Под дождём же всё же мокнем. Давай, говори. Если помирать, то с музыкой. Можно, пожалуйста, если и копать себе яму. Возле дома моих родителей. Они здесь недалеко живут, буквально 100 метров туда на север и 2 километра на юг. Вот-вот буквально через реку туда перейти. Я тебя прошу, последнее моё желание. Тебе уже, как бы, ничего не стоит его выполнить, а мне будет спокойнее. Что скажешь, Фрэнки? Ладно, пошли. Спасибо, Арсений, спасибо. Большое, большое спасибо. Так, давайте я вас проведу. Да, хорошо, давайте за мной. Я, честно говоря, никуда не убегу. Буду идти смирно. Шаг ускорять не буду. Надеюсь, то, что Стёпа меня там ждёт. Вот сюда, на вот этой стороне. Вот, вот. Вот здесь, сзади этого дома. Франкенштейн, ты там не тони. Ну вот, примерно где-то вот здесь. Хопай. Эх. Вот и подошла к концу моя история. Так, хватит, Арсений. Значит, хватит. Твои последние слова. На самом деле, я бы сейчас много чего сказал. И тебе, Франкенштейн, и тебе, маньяк. И всем своим подписчикам, которые смотрели этот сезон в жизни ютубера. Я не знаю, он длится уже почти 180 серий. Уже второй год он длится. Я бы много чего вам всем сказал. Многим бы сказал огромное спасибо за то, что смотрели этот сезон. Ставили лайки. Подписывались на канал, чтобы не пропускать новые серии. Но, наверное, я этого говорить не буду сейчас, Арсений. Я скажу кое-что другое. Я надеюсь, что тот человек, который со мной договаривался, не лоханется в ближайшие несколько минут. Я очень сильно на это надеюсь, что человек все же отвечает за свои слова. Да, Франкенштейн? Ты о чем? Ну а что ты думал, Арсений? Я просто не могу понять. Ты реально думал, что я просто так приду к тебе в дом? И неужели кто-то из подписчиков тоже думал, что я без какой-либо подготовки пойду разбираться один с маньяком? С тобой, Арсений? Не пудри мне мозги. Да я тебе и не пудрю мозги. Я хоть себе и выкопал яму. Но ляжешь в нее ты, а не я. Что ты удумал? Ну, как тебе сказать, что я удумал? Пришло твое время, Арсений. Гонщик-пропердонщик. Назад посмотри. Федрить меня за ногу, и не только тебя. Степан, дай я тебя расцелую. Мелкий. Маргарита Степановна. Кто калаш ей дал? Степа, забери у жены своих калаш. Олечка даже притопала. А вы что думали? То, что я так просто сдамся, у меня был запасной. План у меня был. Арсений? Да, я сам трижды офигел, когда это узнал. Это все он? Я не верю своему сам. Мелкий, подальше отойди. Подальше отойди. И ты, Олечка, тоже подальше отойди. Вот ты попался, Арсений. А, кстати. Здорово, Франкенштейн. Ой, Франкенштейн. Не поздоровится тебе. Мелкий, надери ему там. Убегай, убегай, Франкенштейн. Убегай. Мелкий, возвращайся обратно. Не забегай в этот проклятый лес. Иди сюда. Ну что, Арсенийушка. Я на самом деле даже не знаю, здоров, жив ли он или нет, после того, как Степанушка хорошо ему этой машиной засандалил. Вот сейчас нам надо решить, что мы с ним будем делать. Арсений, Арсений. Ах ты, маньячок наш маньячочный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok